Привет народ YouTube! Сегодня у нас на обзоре комплект радиостанций Voyager. Данный комплект был любезно предоставлен радиомагазин Radio Profi. Ссылку на данный магазин я оставлю под видео в описании. Но сейчас обратим внимание на сами радиостанции на данный комплект. Видим коробка довольно таки мало информативно, но это нас не интересует. Вот таким образом выглядит комплект. Сами радиостанции две штуки, уплотнительные кольца имеются, зарядное устройство на 5 вольт 1 ампер. Как видим, сразу два гнезда под USB, то есть можно сразу две радиостанции заряжать от одного блока питания. Они оба идентичные. Можете с друзьями взять этот комплект и каждую себя будет заряжать. А если пришел в гости, можно зарядить и у друга. Так, батареи у нас литионные, модель KV5S, походу от Nokia. 3,7 вольта, полторы тысячи миллиампер. Еще так. И два комплекта у нас зарядки USB и мини-USB. Мини-USB. Я думаю, уже про мини-USB забыли, но до сих пор еще пользуются. И антенны. Антенны, как видим, съемные. Я думаю, это очень хорошо. Вместо них можно использовать более мощные антенны. Или вообще внешнюю антенну сделать. Дома у себя радиостанцию оставите, а на улицу выстоите антенну, у которой будет усиление намного больше. Итак, данная радиостанция работает диапазоне 4,470. Так, описание тут у нас на английском языке. Вкратце, где что. Я думаю, любой разберется, кто будет приобретать радиостанцию, потому что знает, для чего он это делает. Вот, есть еще стаканы продаются тоже для зарядки. Я не знаю, насколько это будет удобным. Здесь тоже видим некоторые характеристики. Описание все на английском. Можно описание на русском посмотреть непосредственно на сайте Радио Профи. Ладно, давайте ближе подойдем к рассмотрению радиостанции. Но пока еще блестит корпус IP55. То есть защищен от пыли, от брызг, но не защищен от воды. Вот такая клипса интересная. Тут ничего не надо крутить. Можно данную клипсу установить, если вы, допустим, в автомобиле снял и общаешься. Можно и с клипсой, наверное, общаться. Так, как она тут достается? Есть место для вскрытия. Здесь видим модель Турист. Вояджер Турист. 2 вата. Чистота. Серийный номер. Значит, данная радиостанция уже с завода имеет два диапазона. ЛПД и ПМР. Поэтому ничего программировать не надо. Вы берете сразу и работаете ей. Так, надо антенну в первую очередь вкручивать, потому что есть опасность, что передатчик выйдет из строя, если вы включите на передачу. Так, кнопка IP55. Каналы плюс-минус. Перещёлкиваю. Здесь у нас включить. Вот так, есть озвучка. Громкость регулируется. Здесь у нас снизу мини-USB для зарядки и программирования, наверное, да? Или программируется всё-таки с наушников. И в верхней части тут у нас микрофон и наушники. Попробуем гарнитуру от Бауфэнга. По ходу сразу включается первый канал. Дальше уже переключается. Давайте попробуем каналы попереключать. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 1. Ну вот, 16 каналов. 8 ПМР и 8 ЛПД. Если вы знаете английский язык, я думаю, с каналами у вас проблем не будет. Приём зелёный. Передача красный. Всё хорошо. Антенна на ГОЯ 771 для Бауфэнга не подходит. Может разве что подойти вот таким образом. Как заглушка. К сожалению. Если у меня вот такая гарнитура от Бауфэнга. На Бауфэнге работает нормально. Сейчас проверим здесь. Совместим ли данная штука. Так, по разъёмам вроде отделась нормально. Сейчас попробуем передачу. То есть микрофон работает без проблем. Вот здесь у нас микрофончик. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и наоборот. Послушаем ухо. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, надеюсь, слышно. Я послушал, мне слышно. Работает, значит, эта гарнитура. Отлично. Ну, а почему бы ей не работать, если кабель программирования такой же самый. Сейчас у меня в наличии нету программирования. Мы попробуем в следующий раз. В следующем видео. Что ещё можно сказать? Вот данные кнопки переключения каналов, они ещё программируются. На них можно ещё кое-что навесить. Ну, вот, к примеру, это переключить канал. То есть второй. А если мы удержим кнопку, то есть включается мониторинг. Раз, два, три. Нажимаем 5-ти, он возвращается в начальное положение. Раз, два, три. Надо подальше отходить, чтобы не заводилось. Ну, так, в соседней комнате. Просто интересно, как звук, сам звук передаётся. Вроде микрофон нормально работает. Ну, что, предлагаю разобрать, посмотреть, что внутри этой радиостанции. Вот такая отверточка нужна. Так, открутили. Сверху снимается. Очень легко. Что я тут вижу. Хороший радиатор. Ну, и как видите, закрыт он. Вот таким образом выглядит здесь всё. Вот, я смотрю, здесь тоже ещё что-то стояло. Походу, конденсатор электролитический. Плюс C22. Открутил крепление антенны и регулятора громкости. Но, оказывается, чтобы снять, необходимо ещё отпаять вот эти контакты для зарядки от стакана. Или от стакана, кому как нравится. Так, здесь у нас расположен вот это усилитель низкой частоты. Где-то около 1 ватта. 8 Ом сопротивления. Значит, эта микросхема у нас для прошивки. То есть, управляет прошивкой. Это стабилизатор у нас по питанию. Идёт. Ну, и вот это сама микросхема, которая программируется. Тут записываются каналы. Какие? Ну, и дополнительные кое-какие функции. Данная микросхема, скажем так, информация отсутствует. Я так не смог прочитать. На ней ничего не написано. Поэтому вот как-то так. Отпаял две скобы. Вот эти. Которые держали корпус. И довольно-таки туго вытащил. Значит, здесь динамик у нас. 8 Ом 1 ватт. С этой стороны, что мы видим? Тут так небрежно припаяно. Имеется 4 светодиода. А что 4? Мы только 2 видели цвета, да? Может, они в паре работают. Тут похабно припаяно, не помыто. И доделалось к самом конце. Имеются точки какие-то тестовые. Не знаю. Значит, пружинка на динамик. Раз и два. Микрофончик. Микрофончик. Микрофончик в резиновом корпусе такой. Чтобы не было вибрации со стороны корпуса. Здесь вот тоже плохо отмыто. Зарядка раз. Зарядка два. В общем, и всё. Ничего интересного. Давайте сейчас попробуем скрыть этот корпус. Кнопка 5D и каналы. Сейчас попробуем. Товольно-таки туго. Закручено. Что это у нас? Это у нас шуруп. Это не есть хорошо. Значит, я разобрал. А вам, ребята, не советую разбирать. Если аппаратура работает, пускай она работает. Иначе после разборки может просто перестать работать. Четыре болта выкрутил. Да, на антенне держится он. Придется отпаивать еще и антенну. Весь сам выпал. Так, ВИЗА выходной транзистор. Здесь как раз место уплотнения. Что мы тут видим? Появились дополнительные элементы. Так, я его собрал. Ну, сейчас надо проверить. Ну, звук работает уже хорошо. Раз, два. Раз, два. Ну, работает уже хорошо. Просит зарядить, включить зарядку ему. Ну, что ж, если просит, давайте удовлетворим его просьбу. Заодно проверим, сколько он потребляет при зарядке. Используем родной кабель, мини-USB и зарядку. Так, видим, пол ампера кушает. Не видим. Вот. 550, 577. Ладно, моему рот прикроем пока. Все, выключил. Ну, и посмотрим, сколько закачает на пустой аккумулятор. Ну, практически пустой. Вот, зарядка закончилась. У нас, получается, 2 часа 35 минут заряжалась. И 0,996 Ампер часа закачали на батарею. В общем, ребята, на этом пока заканчиваю. Во второй части мы проверим программирование в радиостанции. Посмотрим возможности программатора и все остальное. Остались вопросы? Задавайте. В следующем видео разберем. Ну, а пока прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Переходим на сайт радиопрофи. И ждем следующего видео. До новых встреч.